Всем привет! Это путешествие Алешки из Карелии. Сегодня я вам расскажу, что можно здесь посмотреть за три дня, какую разную погоду застать. Короче говоря, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Итак, что нужно для отдыха в Карелии? Домик для проживания, место для посещения, развлечения и красивая природа. Поехали! Так, наш домик в Ландепохе в Карелии. Сейчас покажу вам его. Цена за сутки 5-6 тысяч рублей. Есть тауна, туалет, душ, мангал, парковочное место, веранда. Два этажа. Вот, на втором этаже мы живем. Прикольно, что такие большие окна. Триколор ТВ, телевидение. Ну, хотя здесь не знаю, кому оно нужно. Вот. На веранде очень кайфово покушать. Вот такая веранда. Так, комната. Вот ребята тут отдыхают. Говорят, Леха, ты не умеешь отдыхать, говорят. Вот большие окна у нас. Такой вид на озеро. Наше озеро личное. Вот муха наша. Живет тут у нас, видите. Кухня. Беспорядок тут у нас уже. Классно. Газовая плита. Микроволновка. Холодильник. Короче, все как обычно. Здесь коридор. Вот тут бойлер. Стиральная машинка. Тут, в общем, спальня ребят, видите. Короче, тут этот. Как она, кровать и этот гардероб. Значит, туалет. Вот ванна. Душ. И самое главное. Саунка. Саунка. Сегодня тут вечерком будем париться. На второй этаж. Так, на втором этаже еще одна комната. Кровати. Стульчики. Вид из окна. Вот такой домик, короче. Всем привет. Мы сегодня в парке Русскеала. Сейчас будем вам показывать все. Русскеала. Это мраморный карьер, где раньше добывали мрамор для Исаакиевского собора, Казанского и Михайловского замка в Санкт-Петербурге. И главного банка в Хельсе. Но затем, после того, как карьера ввалился, мрамор там добывать перестали. И теперь сделали из этого парка туристическое место. Там помогут провести экскурсию. Можно пролететь на троллее над озером, посмотреть мраморный каньон и узнать, как добывался мрамор. Ход в парк стоит 350 рублей. Всю информацию вы можете найти на сайте парка. Сейчас в Русскеале проводятся музыкальные фестивали, так как в пещерах хорошая звукоизоляция. Сказ об изменчивой погоде в Карельской области. Сейчас вам покажем, как мы моментально экипировались в нужную одежду. Ребята! Что сходило? Вообще туалеты очень хорошие. Сейчас пойдем брать, как называются? Как называются эти штуки? Карелики. Карелики. Мы сейчас пойдем брать карелики. Это национальное карельское блюдо. В условиях города, как это был Санкт-Петербург с морским климатом, этот процесс ускорился. И первые трещины уже начинают появляться через 20-30 лет. То есть до завершения строительства собора уже возникает первая необходимость в рекламе. Карьер, где мы с вами находимся, итальянские карьеры. Это были итальянские, поскольку технологии, которые здесь использовали, это были итальянские технологии и тренировки нашей Канады. Задучи здесь ведутся с 1974 по 1985 годы. Уже нашего. Уже нашего, да. Есть кто? Спроси. Есть кто? Нет. А вот Леша в обычной жизни. Я снимаю фантастические пролеты. Еще одна достопримечательность в Карелии. Это лютеранская церковь. Сейчас я покажу. Вроде как можно подняться наверх и даже ударить в колокол. Здесь рядом с церковью еще кладбище. Умивара. 1935 год. Так, здесь просто никого нет. И просто можно зайти и прогуляться по ней, даже подняться наверх. Сейчас пойдем. Возможно, это ветер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Блин, он не упадет? От чего? От звонения? Ага Ну вот надо подождать его Но вот эти штуки они новые Это не старые А в один украли колокол, было два Реально? Да, написано там было В 2014 году Пробуем, да? Да Ну попробуй Упс Я чтобы не уйти, пожалуйста Неправильно встал, блин, где Зыжка Встань туда Сейчас Не сейчас, а прямо сейчас Хо-хо-хо Прикольно У нас вот перезвон получается Блин, господи, это довольно страшное дело Как папы это делают Блин, а учтите, что нам еще С вами не спускаться под ним Это все Леша еще не громко ударил Ну что, кто-то хочет еще раз ударить? Нет Да, очень прикольное место В общем, если будете Когда-нибудь В... Блин, а вы видели там маленькую дверцу? Да, да Вот здесь вы не ходили туда? Да, нет Если будете когда-нибудь в Лумиваре В Карелии Заходите в эту Церковь Посмотреть здесь интересно А, это просто под лестницей просто Это просто под лестницей просто Так, местные водопады, карельские водопады. О, комар, карельский комар. Вот, Веня собрался купить дом себе, сейчас я покажу его, 300 километров от Санкт-Петербурга. Обзор на хату. Обзор на хату, да. Обзор на хату, да. Ждаю выгодные инвестиции купить дом, потому что так там, например, в Санкт-Петербурге, в 1100 от Москвы. Да, и вот с таким видом на водопад. Зато здесь, да, вот с домом водопада. Можно с кусочкой водичкой. С приобретением тебя, Веня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Капитан Алексей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Сегодня у нас путешествие Алёшки на озере в Карелии. Плывём вот туда вот. Кто ещё хочет высадиться, высаживайтесь. Блин, вот так вот наверху трогаешь воду, и она вообще, ну, не холодная. Но плавать я не буду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот кадр весло и природа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, так оно ещё и туда куда-то. А как тут на моторе? Мотор не зацепляет за эти все... Зацепляет, так если поэтому неплавают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не одного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА это можно поделать в карелии еще можно карелии поплавать на лодочке красиво в общем это озеро пайк ярви наше озеро пайк ярви возле нашего домика она конечно меньше чем ладожская но тоже прикольная так тихо в натуре баня написано вот это нормас и еще смотрите гамак блин прикольная баня и вот камушка сюда прям прыгаешь вот эта баня прикольно это все что нам удалось посмотреть карелии за три дня действительно очень крутая природа поэтому приезжайте смотрите все сами всем спасибо за просмотр пока а